Понимаете, будь это марихуана или какие-то психоделические наркотики, причина, по которой люди начинают их употреблять, это стремление расширить свое переживание жизни, а не просто ходить в офис и возвращаться домой. Охота за переживаниями — вот в чем причина, не так ли? Да? Все наркотики по своей сути — это охота за переживаниями. И марихуана — это более мягкая форма. Но постепенно, со временем, она сделает вас все менее способными справляться с жизненными ситуациями. Она притупит вашу систему. Она просто дает вам определенные ощущения, и вы думаете, что вы медитативны. Но это не так. Она просто дает вам такое ощущение. Потому что марихуана, как химическое вещество, создает дистанцию между вами и вашим телом. Она просто как бы создает один слой дистанции. По ощущениям, это похоже на медитацию. Но марихуана не может повлиять на организм так же, как медитация. И кроме того, любая медитация сделает вас гораздо более эффективными. Марихуана медленно оказывает влияние на вашу способность справляться с разными ситуациями. Так что поначалу кажется, что люди, употребляющие марихуану, очень умиротворенные и милые. Но если они продолжат употреблять ее какое-то время, то постепенно они начнут испытывать раздражение по любому поводу. Потому что марихуана лишает умственных способностей. Эти люди не способны разобраться, что к чему. Они даже не могут досчитать до 16. А эта неспособность сделает вас... Через какое-то время она делает вас очень раздражительными. Вы не можете ни с чем управиться как следует. Так что если вы не придаете значение качеству, если вы живете кое-как, то вам это будет казаться нормальным. Но когда жизнь потребует от вас определенных действий, то вы увидите, что стали совершенно неспособными. Потому что марихуана губит ваши умственные способности. Если кто-то курит нечасто, то марихуана может и не оказать такого сильного воздействия на организм. Но если кто-то курит постоянно, то через какое-то время она превратит курящего в умственно некомпетентного человека. А это совершенно лишнее. Мы и так достаточно некомпетентны. Не так ли? Возможно, из-за того, что в некоторых странах столько консервативной строгости, люди, покуривающие травку, думают, что они бунтуют против консервативных взглядов общества. Понимаете, всё, что вы делаете, любая противодействующая деятельность, всё, что вы делаете, как противодействие какой-либо несправедливости или бесчувственности, если вы делаете это как реакцию на неё, то вы получите только ещё больше несправедливости справедливости или еще больше бесчувственности. Вам нужно действовать осознанно. Скажем, существует некое консервативное общество с определенными устоями, навязывающие что-то другим людям. Ваша реакция только усугубит ситуацию и уж точно не сделает ее лучше. Так что если в вашей жизни или в вашем окружении что-то не так, то вам нужно действовать осознанно и думать, как справиться с этой ситуацией, каким должно быть правильное решение. Сейчас, если курите только вы, то это не страшно. Но, допустим, весь мир начнет курить. Я знаю, что все, кто курит травку, хотят, чтобы все в мире начали курить. И тогда исчезнет насилие, все станут умиротворенными и любящими. Это неверно. Если бы ваш автомобиль собрал механик, курящий травку. Вы бы не смогли положиться на такую машину. Так что, допустим, все в мире начнут курить. Просто представьте, что тогда начнется. Марихуана — это не решение. Возможно, вам просто нравится это ощущение. Вы иногда покуриваете. Это ваше дело. Хотя все равно это ни к чему. Говорю вам, я могу обеспечить вам приход. Просто делайте крии на протяжении какого-то времени. Затем мы подтолкнем вас. Приходите на программу Бхава Спандана. Мы подтолкнем вас. Вы будете опьянены. Но это не будет проблемой. Я всегда опьянен. В любой момент, если я захочу, я могу просто начать сходить с ума. Но достаточно ли я сбалансирован? Я достаточно сбалансирован, чтобы осуществлять любую деятельность в мире. Не так ли? Но внутри я абсолютно опьянен. Такое состояние может быть плодотворным. Не так ли? По вашим ощущениям, вы опьянены. Но при этом вы находитесь в ясном сознании. Тогда это не проблема. Если ваш ум опьянен, вы лишаетесь всех своих способностей. Если вы не цените свои способности, то это просто потому, что вы живете в воображаемом раю. Потому что если все вокруг вас потеряют свои способности, тогда вы поймете, что возникла проблема. Не так ли? Все выполняют свои обязанности как надо, вы валяете дурака. Но если все вокруг перестанут выполнять свои обязанности, тогда вы скажете, с этим нужно что-то сделать. Не так ли? Так что вы наслаждаетесь не марихуаной. Вы наслаждаетесь бесшабашностью, небольшим опьянением. Мы можем дать это вам. И это ничего не будет стоить. Просто будьте опьянены жизнью, так что вы все время будете находиться в состоянии сильного опьянения. Свина, переключитесь на божественное. Хорошо? Оно работает лучше. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»